Здравствуйте! Рада приветствовать вас на видеолектории «Диалоги о технологиях». Это цикл образовательных передач для специалистов АПК от издательского дома «Сфера». Сегодня у нас в гостях представители компании «Эвоник» — японцев Алексей Эдуардович и гущево-метропольская Анастасия Борисовна. И поговорим мы на тему «Новые аспекты исследований в сфере инфракрасного анализа кормового сырья». Анастасия, Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! «Эвоник Оперейшнс» — мировой лидер по производству Диэль-Метионина. Производство кристаллических форм аминокислот. Диэль-Метионин — метамина, Л-Лизин — биолис сульфат, Л-Трианин — треамина, Триптофан — трипамина, Л-Валин — вальамина. Обладатель крупнейшей в мире лаборатории по аминокислотному анализу сырья — Аминолаб. И самый обширный онлайн-база аминокислотной питательности белкового сырья — Аминодар 6.0. Алексей Японцев, руководитель направления R&D по России, Казахстану и Белоруссии. Опыт в сфере кормопроизводства кормов и кормовых добавок — 21 год, в том числе 7 лет на комбикормовых заводах. Специалист по кормлению сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы. Специалист по вопросам производства гранулированных и экструдированных кормов. Специалист в области белкового и аминокислотного питания. Анастасия Гущева-Метропольская, руководитель филиала и лаборатории компании Evonik в городе Подольск. Менеджер технического сервиса направления кормления животных. 15-летний опыт работы в компании Evonik. Участие в создании российской сателлитной лаборатории инфракрасного анализа, формировании базы пользователей сервисов инфракрасного анализа в России. Ведущий специалист направления — здоровье кишечника птицы. Сегодня мы поговорим о новых аспектах исследований в сфере инфракрасного анализа кормового сырья с позиции максимальной детализации качественных показателей и их влияние на стоимость кормов и эффективность выращивания животных и птиц. Алексей, Анастасия, вы оба специалиста технического сервиса компании Evonik. И то, что вы сегодня пришли вдвоем, свидетельствует о том, что обсуждаемые вопросы имеют крайне важное значение для всех животноводческих предприятий. На чем сегодня вы хотите сделать свой акцент? Да, все, что связано в настоящее время с инфракрасным анализом, представляет собой не просто интерес. Все компании с именем на нашем рынке кормов и кормовых добавок предлагают те или иные решения с использованием технологий ближней инфракрасной спектрометрии. На различных интернет-ресурсах, включая и сайт издательского дома «Сфера», можно найти несколько публикаций о важности и необходимости внимания к данной тематике. Другими словами, косвенно все признают, что с позиций «быстро», «качественно», «безопасно», «экономически эффективно» ИК-анализ – это самый привлекательный метод аналитики. Сам по себе метод известен и применяется достаточно давно. К примеру, многие комбикормовые предприятия использовали и используют ИК-анализаторы для оценки макропараметров питательности готовых кормов. Но для сегодняшних целей высокоэффективного производства этого недостаточно. Если мы хотим иметь стабильное качество кормов и максимальную отдачу от них, то нам нужна детальная оценка фактического качества входящего сырья по всем ключевым параметрам питательности. Фактическое качество, а не усредненные табличные значения. По отношению к тому, о чем сейчас сказала Анастасия, у нас сложилось несколько парадоксальные ситуации. Возможно, я в прежних видеолекциях делал такой пример, но сейчас будет правильным еще раз об этом сказать. Фактическое качество сырья – это как большой регулятор макронастройки радиоволны, тюнинга. А то, что мы в своей работе, в своих кормах используем, именно кислоты, разного рода функциональные добавки – это уже элементы тонкой настройки, fine-тюнинг. Парадокс в том, что элементов точной настройки у нас более чем достаточно. И это, скажем так, уже цифровой уровень. А макронастройка – это, по сути, фактически анализ сырья по качеству. До сих пор для многих это грубый механический регулятор. И в результате хозяйства не достигают своих целей и максимальных результатов. Алексей, Анастасия. Получается, что эффективная методика оценки входящего кормового сырья, позволяющая поднять на более высокий уровень качества готовых кормов, существует. Но специалисты в своем большинстве используют усредненные данные, которые могут ощутимо различаться с фактической питательностью компонентов. Так что мешает предприятиям применять новые технологии и новые решения? Знаете, причин есть несколько. Причина первая – консерватизм. И в первую очередь это относится к достаточно немолодым специалистам. Они просто не верят в эффективность таких решений и очень часто блокируют поступление нужной информации руководству. Либо предоставляют об этом просто нестоверную информацию. Эти люди также слепо верят в показатель сырой протеин, о ненадежности которого Алексей говорил в прошлых интервью. Современным породам и кроссам животных и птиц требуется намного большая детализация параметров питательности кормов, чем прежде. И поэтому признать тот факт, что их взгляды сегодня расходятся с реальными надобностями производства, им крайне сложно. Другая причина – это страх. Это больше относится к руководителям. А будут ли мои сотрудники это использовать? И в полной ли мере? А какие гарантии того, что все это принесет положительный результат? А окупятся ли расходы? Тут поневоле вспоминаешь поговорку о том, что одни люди, когда не хотят чего-то, то ищут причины, а другие, когда есть желание что-то сделать и поменять, ищут возможности. Я со своей стороны добавлю, что в нашей работе существует такое понятие, как страховой запас. Как видите, оно полностью созвучно со словом «страх». Этого фактора при расчете рецептов я также касался прежде, но, похоже, многие руководители и специалисты до сих пор не понимают, что это такое и во сколько им обходится этот страховой запас. Так сложилось, что этот страховой запас относится в первую очередь к нашим любимым и всесторонне изученным аминокислотам. Они, как известно, вместе с показателем энергии являются самыми дорогими параметрами питательности. Итак, специалист, который считает рецепты кормов, не имеет на руках фактического качества входящего сырья. Далее алгоритм таков. Сырье анализируется по уровню сырого протеина, влажности, другим макропоказателям питательности, и все это вносится в программу расчета рецептов. Если мы говорим о самой распространенной воронежской программе на нашем рынке, то будет два сценария развития событий. Полагаю, всем известно, что в программе есть так называемые уравнения регрессии, которые позволяют пересчитывать аминокислотный профиль от фактического уровня протеина и влажности. Эти уравнения разработала компания Дегуса и в последующем переименована в компанию Ивоник, которую мы сейчас представляем. И, безусловно, нам очень приятно, что подавляющее большинство российских предприятий да и не только может использовать эту информацию. Эти уравнения являются частью глобальной базы данных о аминокислотной питательности сырья Аминодат. И я еще вернусь к этому позднее. Так вот, в лучшем случае специалист использует эту функцию перерасчета, а в худшем берет из базы данных программы усредненные табличные значения. А дальше из опасений, что вдруг на самом деле все-таки аминокислот меньше, фактических данных-то нету, делает умышленное уменьшение на какие-то сотые доли значения ключевых незаменимых аминокислот. Объективности ради следует признать, что с одной стороны это делают не все, не всегда, а с другой это составляет где-то от 1 до 3% изменений. 1 сотая процента каждой из аминокислот, к примеру, пшеницы, это от 2,5 до 3,3% этого самого страхового запаса. А если возьмем кукурузу, даже более 3%. А если это белковое сырье с более высоким уровнем протеина, то и там страховой запас закладывается в минимум в 1-2%. На самом деле я хочу сказать, что не только у нас существует подобная практика. Это проблема глобальная. По-английски это называется safety margin. Чем меньше достоверной информации о качестве сырья, тем выше это значение. Чем выше это значение, тем больше денег фактически теряет предприятие. Только оптимально рассчитанный корм усваивается лучше и дает максимальную отдачу. И как я обещал, несколько слов о программе Aminadad 6.0. Это наша новая версия, обновленная, базы данных питательности сырья со всего мира, включая Россию. Это данные исследований, сделанных с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. Полагаю, многим известно, самая ценная функция этой программы – уравнение регрессий. В отличие от табличных данных, это более эффективное решение текущих задач, хотя и уступающее по точности фактическим данным ЭК-анализа. Просто потому, что нет стопроцентной корреляции между уровнем протеина и количеством аминокислот. Зависимость есть, но не стопроцентная. С этого года программа доступна только в режиме онлайн, с регистрацией на нашем сайте и уже на коммерческой основе. Пользователь по логину и паролю входит в эту базу данных и имеет возможность получить ту или иную информацию. Программа стала более объемной, более информативной и содержит существенно больше информации по сравнению с прежними версиями. Скажите, есть ли еще причины, сдерживающие нововведения на предприятиях? Наверное, по совокупности причин стоит назвать отсутствие или откладывание на долгий срок финансирования на эти цели. Деньги нужно вкладывать сейчас в оборудование, в использование калибровок, а результат приходит несколько позже. Он есть всегда, как показывает мировая практика, но на его подтверждение объективно требуется какое-то время. Анастасия, вы уже несколько лет возглавляете сателлитную лабораторию компании «Эвоник» в России. Как вы видите работу, связанную с ИК-анализом через призму сотрудничества с отечественными предприятиями? Я начну с того, что нашей работе, посвященной ИК-анализу внутри компании, в этом году исполнилось 26 лет. Причем речь здесь идет об анализах кормового сырья по определению уровня аминокислот, а не просто таких показателей, как протеин, жир или клетчатка. Наша компания всегда была и остается лидером в этом отношении. 26 лет, и 15 из них мы работаем в России. Все, кто сегодня предлагает свои услуги по ИК-анализу, пришли существенно позже и не имеют такого громадного опыта, как наш. Мы работаем не только напрямую с теми, кто имеет собственные ИК-анализаторы и кто подключен к нашему серверу с калибровками. Мы также проводим анализы по заявкам всех тех предприятий, и кто заинтересован в понимании того, с каким качеством сырья они работают. Особо отмечу нашу ежегодную работу по оценке фактического качества сырья нового урожая по основным компонентам кормов. Это зерновые, жмыхи, широта. Наши коллеги во всем мире называют это crop report, а у нас это отчет по урожаю. Вся эта информация крайне ценна, и максимальная ее цена состоит в том, что изменчивость всех показателей питательности может быть очень большой, что при сходных значениях по уровню протеина может быть разный аминокислотный профиль. Или даже наоборот, протеин разный, а профиль аминокислот почти совпадает. Это как раз лишний раз подтверждает опасность использования табличных значений. Мы ежегодно с воодушевлением призываем всех заинтересованных производителей присылать образцы основных видов сырья для участия в отчете по урожаю. Ведь чем больше данных о сырье мы получим, тем более детальной и наглядной будет картина питательности сырья в том или ином регионе. Все участники получают результаты своих присыланных образцов, помимо общего всероссийского отчета. Сбор образцов мы проводим ежегодно, начиная с октября текущего года, заканчивая февралем-мартом следующего. И мы приглашаем всех к участию. Расскажите, пожалуйста, на чем основан этот многолетний опыт работы и поделитесь вашим видением лидерства в этом направлении. Практически сразу, с началом производства кристаллического метеонина, где мы бессменно были и остаемся номером один в мире, начала функционировать лаборатория, которая на сегодняшний день является не только самой большой в мире среди компаний в сфере кормов и кормопроизводства, но и получила общемировое признание по результату своей работы. Основной вид аналитики – это определение уровня аминокислот в сырье, кормах, концентратах, премиксах, методом высокоэффективной жидкостной хроматографии или по-другому ВЖХ. Благодаря этому сегодня весь мир, уже не одно десятилетие, пользуется нашей информационной базой данных по аминокислотной питательности кормового сырья из программы Аминодат. Ну или, как уже сказал Алексей, используют ее часть – уравнение регрессии. Количество образцов, поступивших для анализа, составляет от полутора до двух тысяч в месяц. И, повторяюсь, это со всего мира – десятки и сотни тысяч образцов, имеющих самую точную оценку. Именно такой масштаб исследования обеспечивает специалистам в лаборатории возможность создания самых актуальных и достоверных калибровок для максимально используемых в кормах компонентов. Анастасия, насколько можно понять, не обладая такими аналистическими ресурсами, как в компании Evonik, другие предложения по ЭК-анализам сырья основываются на существенно меньшем количестве образцов и требуют немало времени на совершенствование. Верно? Да. Для того, чтобы калибровка на тот или иной вид сырья была, скажем так, рабочей, нужно не просто изначально собрать 100-200 образцов, сделать в ЖХ, провести расчеты, создать калибровки, и вот, мол, все готово. Нет. Количество образцов – это только часть работы. Далее, география культур, геоэндемические особенности, само собой влияние сортового состава, сезонный климат – все это напрямую влияет на изменчивость показателей питательности и уровень незаменимых аминокислот в кормовом сырье. У нас нет задачи продать какие-то конкретные калибровки, ограниченные теми факторами, о которых я только что сказала. Именно поэтому для основных кормовых компонентов мы проводим обновление калибровок 3-4 раза в год. Алексей в самом начале сказал, что на рынке сегодняки сложно найти предложения, которые ориентированы на создание конкуренции нашим предложениям, и что иконный анализ сегодня своего рода тренд для нашей сферы. Просто мы делаем в этом направлении существенно больше работы и существенно глубже. Да, она достаточно затратная, но в развитие нужно всегда вкладываться. Именно такой детальный и профессиональный подход поддерживает наше лидерство. Но есть еще и другие преимущества, о которых мы хотим сказать. В ваших выступлениях на наших конференциях по птицеводству и свиноводству, а также по соевой тематике мы затрагивали тему оценки качества соевых продуктов после термообработки. Всем известно, что соевый широт, полножирное соя, соевы жмых могут иметь достаточно высокий процент вода, а потому их реальные показатели питательности напрямую влияют на результаты кормления. Что конкретно вы предлагаете и насколько важным и полезным для специалистов и руководителей может быть ваше решение? Полагаю, нужно начать с конца вопроса, потому что исходя из проведенных за последние 2-3 года исследований в ведущих европейских университетах и научных центрах по оценке реальной усвояемости соевых продуктов в зависимости от условий обработки, речь идет об исследованиях ин вива на птице, на свиньях. Можно назвать новый метод аналитики и получаемая от него информацию критически важной и полезной для экономики кормления. Давайте пойдем по порядку. Наш новый метод оценки реализован в сервисе Аминонирред. Этот метод запатентован и не имеет на сегодняшний день аналогов, способных объективно конкурировать с ним. Да, это тоже раздел ЭК-анализа, который вобрал в себя практически все существующие методы оценки качества соевых продуктов после термообработки. Практически все это определение активности ингибиторов трепсина, растворимость калию АЖ, индекс дисперсности протеина и отношение реактивного лизина к общему лизину. Описывать каждый из этих методов, приводить оптимальные показатели мы не будем, конечно же. Эта техническая часть конкретно сейчас не важна. Но здесь необходимо сделать следующие акценты. Каждый из указанных методов является только информативным, индикативным, и не может дать одновременную оценку недостаточной и избыточной степени термообработки. Либо то, либо другое. Только грамотно объединив эти методы, можно сделать соответствующую заключению о качестве продукции. И последнее. Про такой показатель, как активность тюреазы, можно совершенно спокойно забыть. Как видите, я его не указал среди методов. Он самый неинформативный из всех существующих. Активность ингибиторов трепсина более точный показатель в сравнении с активностью тюреазы. Да, кому-то это сегодня покажется крамолой, но в текущих реалиях это факт. Насколько многим нашим слушателям известно, ваши специалисты в предлагаемом сервисе создали единый показатель, характеризующий ту самую степень термообработки. Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. В сервисе Aminone Red итоговым показателем является PCI, или Precision Condition Indicator, индекс условий обработки. Как уже сказал Алексей, он объединяет в себе результат четырех методов оценки. Для этого индекса существует специальная шкала, где значения от 0 до 10 указывают на чрезмерную термообработку, от 20 до 30 на недостаточную, а интервал от 10 до 20 – оптимальный диапазон. Но внутри этого оптимума есть свой, можно сказать, идеальный интервал, где каждая из незаменимых аминокислот имеет тот процент усвояемости, которым мы пользуемся и который есть в любой из программ расчета рецептов кормов. И неважно, российская это программа, бельгийская, французская или американская. Важно другое. И в случае избыточной и при недостаточной термообработке эти проценты усвояемости снижаются. Вот это, как сказал Алексей, и есть критически важная и полезная информация. Посмотрите на график, что мы получили на основании наших многочисленных экспериментов, о которых также было сказано прежде. Есть зеленая зона для нашего индекса, где усвояемость аминокислот находится на максимуме, и она практически сходна. Но и справа, и слева реальная усвояемость объективно понижается. И это бесспорно влияет на результаты кормления животных. Совсем недавно вы, Алексей, представляли объективные данные сервиса Аминонир РЭД по соевым продуктам на нашей конференции по свиноводству. Полагаю, нашим слушателям будет важно получить информацию с детальными пояснениями о том, насколько серьезными будут изменения усвояемости аминокислот в зависимости от показателя условия обработки. Да, конечно. Сервис Аминонир РЭД позволяет не только получить индекс условий обработки соевых продуктов, но и провести корректировку коэффициентов усвояемости для всех незаменимых аминокислот, значения которых мы используем в расчетах. Давайте для начала мы покажем сейчас всю нашу выходную документацию касательно, скажем так, классического набора данных ЭКО-анализа, а затем я плавно перейду к важным деталям сервиса Аминонир РЭД. Перед вами стандартная форма отчетной документации после проведения анализов с помощью инфракрасного прибора. Мы имеем данные по тому, откуда пришел компонент, маркируем его, даем ему определенное описание и впоследствии все это фигурирует на каждом из листов выходной документации. Первый лист с выходными данными это результаты аминокислотного анализа. Есть данные по сухому веществу, по содержанию сырого протеина, значит, все данные получены на натуральную влажность. Данные по всем незаменимым аминокислотам и заменимым в том числе, есть данные по содержанию чистого аммиака, суммарно аминокислоты плюс аммиак, суммарно аминокислоты без аммиака. На следующей странице отчетности данные по макропоказателям. Здесь помимо сырого протеина данные по жиру, по клетчатке, золе, содержанию крахмала и сахара, если они есть в компоненте, содержание кислотной, кислотно-детергентной клетчатки, нейтрально-детергентной клетчатки, фосфора, а также фитинового фосфора. После аминокислот и макропоказателей питательности наши клиенты получают данные по уровню энергетики. Здесь различные виды энергии для свиней, подразделяемые на энергию для свиноматок и энергию для свиней на вытаращивание. Ну и отдельно в самой нижней части таблицы это данные по кажущейся обменной энергии с поправкой нулевой баланса азота для птицы. После этого идет информация как раз о степени той самой термообработки, которая применяется к соевым продуктам. И здесь уже как раз фигурируют те данные, тот самый индекс, индикатор тепловой обработки, PCI, указывающий, в какой зоне оптимальной, неоптимальной находится качество данного продукта. Как видите, здесь фигурируют такие показатели, как индекс экспертности протеина, растворимость протеина в калию АШ, активность ингибитора трепсина и количество реактивного лизина уже по отношению к валову. Это то количество, которое организм животного или птицы должен объективно усвоить. Но, как мы уже отмечали прежде, нахождение индекса PCI в зоне, которая является неоптимальной, дает нам возможность и необходимость корректировки значений стандартизированной и реальной усвояемости аминокислот для свиней и для птицы в зависимости как раз от этого индекса. Если мы имеем значение PCI отличное от оптимального, то в этом случае, конечно же, скорректированные значения SID аминокислот как для свиней, так и для птицы будут объективно меньше, чем привычные нам значения, указанные в различных бумажных или электронных источниках. То, что мы считаем для себя приемлемо использовать при расчете рецептов комбикорму. Конкретно для данных образцов коэффициенты усвояемости для незаменимых аминокислот объективно отличаются в меньшую сторону. Мы можем их сопоставить в последующем с идеальными коэффициентами и тем самым сделать соответствующую корректировку в программах по расчету рецептов комбикормов при использовании данного продукта. Если он уже получен на предприятии, им надо пользоваться. Но в целях отсутствия самообмана необходимо пересчитать существующие значения на реальные значения с точки зрения усвояемости аминокислот. Алексей, приведенные данные показывают, насколько сильны различия между реальной усвояемостью аминокислот соевых продуктов после термообработки и их виртуально идеальными значениями. На мой взгляд, специалистов и руководителей такая информация должна заставить задуматься о том, что корень возможных проблем именно в отсутствии объективных данных при составлении рецептов комбикормов. Да, вы правы. И я очень верю в здравый смысл руководителей предприятий, которые воспримут эту информацию и сделают соответствующие выводы. В самом начале нашего диалога я говорил о страховом запасе, который часто используют при расчете рецептов комбикормов. Я называл цифру в 1-2% для кормового сырья с высоким уровнем протеина. Мы же сейчас показали разницу, которая может составлять 10-20% и даже выше 30% по таким аминокислотам, как в частности болин и залицин. Это же очень большой дисбаланс касательно конкретно незаменимых аминокислот. Если есть дисбаланс, значит часть важнейших аминокислот не пойдет на продуктивность. А вот в помет или в навоз пойдет точно. Простыми словами, миллионы и десятки миллионов рублей уходят в навоз. Они, скажем так, физически не видны. Но ведь достаточно просто посчитать стоимость одной сотой по конверсии, будь то бролеры, будь то свиньи, при текущих ценах на корма. Просто перемножаем это на объем производства мяса, получаем определенную сумму. Это первая часть расчета. Так как мы имеем более тысячи инструментов по миру, подключенных к нашим калибровкам, то имеем информацию, какой экономический эффект был получен нашими клиентами после начала использования наших сервисов ЭК-анализа. Это составляет минимум четыре сотых по конверсии корма. Сегодня она, это самое сотая, составляет до одного рубля на голову бролера и до 30 рублей на одну товарную свинью после выращивания. Сегодня, когда есть дефицит аминокислот и высокие цены на них, крайне важно не потерять, а сохранить эти самые миллионы, десятки миллионов рублей с помощью ЭК-анализа. Если на это снова закрыть глаза, то откуда же тогда взяться инвестициям в аналитику при таком подходе? Мне сложно сказать, какие-то да еще нужны аргументы. Алексей, а через расчеты рецептов кормов можно будет увидеть разницу в их стоимости? Все без исключения стремятся к минимизации стоимости кормов. Поэтому вопрос о влиянии получаемых результатов анализов на стоимость будет первым из всех обозначенных при обсуждении использования ваших сервисов. Верно. Этот вопрос был, есть и будет. И, честно говоря, у меня нет однозначного ответа на него, потому что варианты могут быть разными. Могут быть рецепты, где реальное качество соответствует фактическому, но нет применения страхового запаса. Есть вариант, где реальное качество выше, но также применяется страховой запас. Или вариант, где реальное качество ниже, где мы опять-таки можем применить данные по отличиям фактического качества по сольным продуктам. И везде у нас будет разный сценарий. Расчет рецептур – это всегда игра с цифрами, которая в большинстве случаев приводит не к экономии, а к скрытым потерям. Итак, делаем расчет финишного рецепта, первая фаза финиша, по табличным данным для обмена энергии всех незаменимых аминокислот в усвояемой форме. Согласно требованиям по кроссу. В данном случае это рост 308. Все остальные параметры питательности согласно нормативам. Цена сырья в этом корме, за исключением потерь и сдержек, по ценам декабря текущего года, плюс-минус составила 32 333 рубля. При использовании страхового запаса, как я говорил ранее, уровень каждой из аминокислот в каждом белковом компоненте специалистам снижается минимум на 0,01%. Я сделал такое снижение, и после оптимизации результат 32 658 рублей. Рецепт стал дороже на 325 рублей. Грубо говоря, это 1% от стоимости сырья в корме. Теперь смотрим, как на стоимость сырья влияет показатель обмена энергии. В нашем случае, если произвести перерасчет обмена энергии от фактических данных по протеину, жиру, углеводам, по формулам WPSA, мы отличаемся, безусловно, здесь от табличных данных, и такой расчет дает более лучший экономический результат. Получаем 31 495 рублей, и это на 838 рублей дешевле. В относительных величинах это 2,6% от стоимости корма. И это только показатель энергии. Также мы можем сравнить рецепт с правильной обменной энергией без страхового запаса, и опять-таки с наличием этого страхового запаса. Получаем разницу в 176 рублей. И в итоге, если мы сопоставляем самую низкую стоимость сырья в рецепте с правильной обменной энергией и без страхового запаса в 31 495 рублей, и самую дорогую стоимость рецепта в 32 658 рублей, где у нас и табличная энергетика, и страховой запас, то разница составит 1163 рубля. Да, соглашусь, это частный случай, но он мало, по сути, отличается от реальности, в которой предприятия без объективной оценки фактического качества сырья всегда теряют деньги. Давайте теперь рассмотрим влияние только одного компонента, продукта из сои. В предложенном базовом рецепте изначально соевый шрот имеет самый высокий коэффициент усвояемости, возьмем табличный, для каждой из аминокислот. Но анализ с помощью сервиса Аминонирред показал нам, что индекс условий обработки ниже оптимального уровня, и все аминокислоты имеют снижение усвояемости на 5-7%, потому что для каждой аминокислоты определяется свой процент изменений. В существующем рецепте реальный дефицит по всем незаменимым аминокислотам составит от 2 до 6%. Это объективно много. Попытка оптимизации в данном случае скорее всего увеличит стоимость сырья в рецепте, но, повторюсь, позволит избежать того самого самообмана и как следствие более высокой конверсии корма. В общем, для соевых продуктов есть определенная тенденциозность, казающаяся зависимости, индексы условий обработки и типа готовой продукции. Если говорить о соевом шроте, то он в ряде случаев может быть излишне термообработан, хотя в основном имеет нормальные показатели. А вот соевый жмых и полножирная соя при всей своей положительной направленности в рецептах имеют склонность к недостаточной термообработке. К сожалению, эта информация не обладает ни производители соевых продуктов, ни их потребители. Результатом использования соевых продуктов с показателями, отличающимися от оптимальных, конечно же, в меньшую сторону, всегда будет более высокий коэффициент конверсии корма и затраты на выращивание. Ко всему сказанному, Алексеем, я хочу особо отметить то, что уникальность и объективность оценки фактического качества сырьевых компонентов в сервисе AminoNirRed относится не только к соевым продуктам. Да, к качеству кормовых компонентов из соина сегодня востребована более всего. Но кукурузная спиртовая борда, ее во всем мире называют DDGS, рапсовый жумых и шрот, эти ингредиенты также могут быть оценены по качеству с использованием AminoNirRed. А еще есть мясная мука, рыбная мука, это в проекте, над этим мы тоже работаем. Алексей, Анастасия, спасибо за столь детальный анализ различных вариантов рецептов кормов и позитивный взгляд в будущее. Мы надеемся, что ваши данные будут крайне полезны предприятиям. Но, как я понимаю, это еще не все, и вы пришли не с пустыми руками на наши встречи. Пожалуйста, расскажите, что за оборудование в ваших руках и как все это сопоставимо с тематикой нашего сегодняшнего диалога. Сегодня наши многие клиенты привыкли к мысли, что приборы инфракрасного анализа достаточно громоздкие, стационарные, большие, но технология икоанализа не стоит на месте и постоянно развивается в сторону мобильности, простоты в использовании данных приборов. У меня в руках прибор, это эксклюзивное предложение на нашем рынке, он называется Micronir, это портативный прибор инфракрасного анализа для оценки сырья для производства корма и для оценки качества готовых кормов. По сути, механизм проведения анализов аналогичен механизму использования стационарных приборов, где берется образец сырья и анализируется на аминокислоты, макро-показатели, уровень энергии. То же самое применимо для портативного прибора, мы также можем взять образец сырья где бы то ни было с машины, с вагона, даже непосредственно на предприятии, если я тебе речь о корме, и проанализировать достаточно быстро, за короткое время, то, что мы хотим исследовать, сырье или комбикорм. Мы сейчас продемонстрируем, как все это работает, насколько быстро мы можем получить данные. Прибор сам по себе достаточно небольшой, портативный, портативный, мобильный. Работает он на принципе блютуза, соединяется с планшетом, на который установлен до момента использования личный кабинет пользователя. Он абсолютно уникален и привязан только к конкретному устройству. В данный момент у нас разработано программное обеспечение для использования либо на планшетах с операционной системой Android и для планшетов с операционной системой от компании Apple. Прибор в данный момент находится в стадии поиска. Мы запускаем специальную программу, которая установлена на планшете и идет сопряжение девайса. Прибор у нас найден, проходит сопряжение, тем самым прибор готов к работе. После того, как прошел процесс сопряжения, мы выходим на главный экран для уже последующего проведения анализов. Что здесь мы хотим отметить? Для того, чтобы прибор работал корректно, периодически, через определенный период времени, мы проводим процесс эталонного сканирования. Специальным тестовым образцом проводится данная процедура. Запускаем процесс эталонного сканирования, нажимаем кнопку калибровки, проходит буквально несколько секунд, и, как видите, калибровка выполнена. Дальше мы проводим анализ того или иного вида сырья или того или иного вида корма, готового корма. Мы здесь говорим о кормах для свиней и птиц. Мы специально подготовили образец сырья для проведения демонстрации. Засыпаем этот образец в прибор примерно до половины емкости специальной чаши, которая называется шейкером. Закрываем и начинаем сам процесс. Нажимаем на сканирование образца, вводим в данном случае у нас ячмень, заводим информацию о том, что это за образец. Часть данных у нас автоматически прописывается, потому что уже прибор зарегистрирован на территории России. Каким-то образом помечаем его в данном случае тест и начинаем измерение. измерение состоит из 10 образцов. То есть мы засыпали и 10 параллельных измерений проводим с этим образцом сырья. После каждого раза, когда снимается спектр, мы видим на экране о проведенном измерении. Последовательно продолжаем нажимаем, пожалуйста, проводим следующие измерения в количестве 10. Следующий. Пожалуйста. Для того, чтобы измерения у нас соответствовали, скажем так, объективно тому, что есть в продукте, мы проводим постоянное перемешивание образца. И по индикации мы определяем, что процесс снятия спектра прошел. Следующий. Следующий. Завершающий. Десятый. Десятый. После этого, после того, как сняты спектры в десятикратном количестве, мы отправляем на сервер. Далее на протяжении достаточно короткого времени идет обработка результатов на сервере по оценке данного образца. Пока идет процесс обработки данных на нашем сервере, я хотел ответить такую деталь. Прибор калибровки к этому прибору разработаны для неразмолотых образцов сырья и кормов. Когда мы говорим о калибровках для стационарных инструментов, то там однозначно делаем акцент на размоле сырья до определенной степени размола и получения соответствующих результатов на основании анализа размолотых компонентов. Но для портативных приборов калибровки созданы для неразмолотых видов сырья, потому что сделать качественный размол в полевых условиях при заборе образцов машин, вагонов, на пицфабриках, на комплексах, если мы говорим о готовых кормах, часто это практически невозможно. Поэтому целью была аналитика в полевых условиях неразмолотых видов сырья или неразмолотых образцов кормов. Видим, что данные обработаны и выходим на возможность получить данные с сервера о фактическом качестве. Существует специальная база аналитических данных аналитикал дата адванс у нас уже существует свой собственный аккаунт для этих исследований для этого прибора и мы имеем возможность увидеть проведенный анализ. Механизм получения информации аналогичен работе со стационарными приборами и мы имеем возможность в данном конкретном случае на экране планшета увидеть всю ту информацию которая есть по аминокислотам здесь у нас идет перечень всех аминокислот в валовом количестве в данном образце сырья дальше мы имеем данные по усвояемым аминокислотам для свиней после этого мы имеем информацию по усвоимым аминокислотам стандарта SID для птицы следующим у нас идут значения лист с данными по макропоказателям где у нас есть протеин жир клетчатка привычные нам показатели питательности для расчетов и завершающим листком с информацией является фактически уровень энергии для свиней и птицы часто делаем тоже на этом акцент это тот же самый выходной материал по информации от сервисов ЭК-анализа где много данных по различным видам энергии для свиней птицеводы здесь завидуют свиноводам только один вид энергии для птицы обменная энергия в то время как для свиней есть и валовая и обменная и чистая энергия таким образом данные получаемые с прототипного прибора соответствуют по выходной документации с данными получаемых со стационарных приборов но при этом как я повторюсь есть возможность использовать прибор там где это удобно вне стен лаборатории когда есть необходимость в определенном временном интервале доставить образцы размолоть их проанализировать и получить данные тем самым такого рода прибор имеет массу преимуществ для быстрой оперативной оценки конечно же в первую очередь входящего сырья есть нюанс связанный с тем что для данного прибора на данный момент на данный момент повторюсь не существует калибровок для оценки как раз качества соевых продуктов именно сервис амино-ред он существует для стационарных приборов но классические варианты аминокислоты макропоказатели расчет энергии они актуальны как для стационарных так и для портативных приборов дополнительно можно отметить тот факт что весь процесс получения результатов от момента подключения к прибору к планшету до момента получения данных сервера занял всего лишь несколько минут то есть тот факт что специалисты могут получать данные оперативно за короткий период времени находясь в различных условиях говорит о очень большой привлекательности данного вида сервиса в существующих условиях обо всех деталях работы с прибором механизм его заказа покупки вам также потребуется уточнить в общении со мной или с Анастасией в дальнейшем Алексей Анастасия как построен сегодня механизм взаимодействия с клиентами для подключения ваших сервисов ИК-анализа на данный момент использование сервисов компании Ивоник имеет достаточно гибкую удобную структуру применяемая ранее система по закупке кормовых добавок с возможностью подключения сервиса теперь неактуальна клиент может с легкостью приобрести необходимый пакет услуг выбрав его из общего перечня всех сервисов условия подключения по договору консалтинговых услуг обоговариваются с каждым клиентом индивидуально вообще можно по-разному оценивать стоимость наших сервисов но главное и что очень важно это отбросить страх и сомнение обратиться к тем расчетам которые я показал и сделал пример которых продемонстрировал можно будет увидеть что затраты на прибор на калибровки достаточно быстро окупаются за счет снижения страхового запаса за счет уменьшения затрат на анализы мокрой химии включая в том числе высокоэффективную жесткостную хроматографию и как итог улучшение конверсии корма снижение затраты на единицу продукции улучшение экономических показателей главное чтобы полученные данные полностью выполняли свою функцию фактические значения обрабатывались и включались в программы по расчету рецептов входящее сырье ранжировалось по питательности по поставщикам более того напомню о том факте что благодаря икоанализу можно оперативно выявлять фальсифицированное кормовое сырье эта проблема до сих пор актуальна для нашего рынка подводя итоги нашего выступления хотелось бы сказать что применение икоанализа на основе качественных и обширных калибровок позволит предприятиям быть лидерами в вопросах качества и рентабельности конечной продукции по всем вопросам касающихся использования сервисов компании Ивоник вы можете обратиться к нам по контактам указанным на экране Алексей Анастасия спасибо вам большое за очень интересную беседу спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал и задавайте ваши вопросы в комментариях до встречи в следующих выпусках подписывайтесь на наш канал и поставьте лайк подписывайтесь на наш канал и подписывайтесь на наш канал Продолжение следует...